Каховская гидроэлектростанция В критической ситуации оказались около 16 тысяч человек на правобережье Херсона. В ближайшее время в безопасное место вывезут жители 10 населенных пунктов и частично из самого Херсона острова Корабела. Микрорайон уже обесточили, остановлена подача газа. Местные власти готовы к борьбе с технологической катастрофой, сообщил глава Херсонской военной администрации Александр Прокудин в эфире национального телемарафона. Все старосты, главы ОТГ проинформированы, собирают население в обозначенных точках сбора. В каждой громаде создан отдельный штаб, который отвечает за свою территорию. По состоянию на 7.30 утра частично или полностью были затоплены. Тигянка, Львова, отряда Каменка – это Береславский район. В Херсонском районе – Ивановка, Никольская, Токаевка, Понятиевка, Белозерка, микрорайон Остров, города Херсон. Мы понимаем, что будут затоплены и другие населенные пункты. Они к этому готовы. В Новой Каховке затоплен зоопарк. Часть животных погибла. Кроме дамбы, российские террористы взорвали турбины и генераторы Каховской ГЭС. Известно, что теракт совершил личный состав 1-го батальона мотострелковой бригады вооруженных сил РФ. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию в Херсонской области. Российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждают для всего мира, что их надо выгнать из каждого уголка украинской земли. Ни одного метра нельзя им оставлять, потому что каждый метр они используют для террора. Только победа Украины вернет безопасность. И эта победа будет. Ни водой, ни ракетами, ни чем угодно еще террористам не удастся остановить Украину. Зеленский подчеркнул, что все службы работают. Кроме того, он созвал Совет нацбезопасности и обороны относительно событий на Каховской ГЭС. И призвал распространять только официальную и проверенную информацию. Напомним, что еще в октябре 2022 года президент Зеленский говорил, что оккупанты могут подорвать дамбу и обвинить в этом Украину. Подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской атомной электростанции. Однако ситуация контролируемая, заявили в энергоатоме. Все из-за того, что уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается. Вода необходима для того, чтобы Запорожская АЭС получала подпитку для конденсаторов, турбин и систем безопасности. Тем временем российские мины дотонируют на берегу Днепра у Каховской ГЭС. А россияне цинично насмехаются и предлагают не останавливаться на Херсонской ГЭС. Если все пройдет, как говорится, по плану, как в песне гражданской обороны, то на Днепре есть еще другие ГЭС, с которыми, я думаю, стоит разобраться. Новая Каховка уходит под воду. Уровень воды мог подняться на 10 метров. Сообщается, что полностью ушла под воду Каховская ГЭС. По словам мэра Каховки Владимира Коваленко, расисты глушат сигнал, чтобы невозможно было узнавать оперативную информацию в городе и чтобы люди оставались в информационном вакууме. В результате катастрофы без пресной воды могут остаться жители временно оккупированного Крыма. Ситуацию на Каховской ГЭС уже назвали самой большой катастрофой за последние десятилетия. Она уже убивает экологию и негативно повлияет на жизни сотни тысяч людей в последующие годы. Подрыв россиян на Каховской ГЭС является принципиально новым этапом российской агрессии, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Этим подрывом Россия открыто декларирует свою истинную цель – уничтожение Украины, убийство украинцев, разрушение экономики и структур жизнеобеспечения населения. Сами россияне не были готовы к таким последствиям катастрофы. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. У них паника, выезжают и все такое. Я считаю, что они хотели что-то повредить на Каховской ГЭС, но у них, как всегда, что-то пошло не так. Он добавил, что Николаев активно помогает Херсону. Все службы региона готовы к любым осложнениям. Мы готовы к выполнению всех задач. Все точки развернуты. Автобусы, маршруты. Все проработано. О том, что рашисты пошли на крайность и взорвали Каховскую ГЭС из-за безысходности на поле боя, считает Вадим Денисенко, исполнительный директор аналитического центра Украинского института будущего. «Россиянам нужно перебить тему Щебекина и Белгородщины, где они в патовой ситуации. Параллельно они уже начали качать историю, что они будут взрывать другие ГЭС. Взорвать другие ГЭС они даже теоретически не могут, но точно будут об этом говорить и сеять среди нас панику». Он добавил, что теракт может оттянуть по времени контрнаступления ВСУ в Херсонской области. Однако вооруженные силы Украины эту информацию опровергли. Они подчеркнули, что на данный момент в приоритете безопасность гражданского населения. Это никак не повлияет на запланированное контрнаступление ВСУ, сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев. «Военное командование полностью учитывало и такие враждебные коварные действия. И, соответственно, оно не должно навредить нашему наступлению на тех направлениях, где может быть разлив воды». Тем временем последствия катастрофы уже ощутили крымчане. «Пусто вот такая вот красота. Глина одна идет». О возможных последствиях теракта в Херсонской области рассказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. «Отсутствие охлаждающей воды в основных системах водоснабжения в течение длительного периода времени приведет к расплавлению топлива и выходу из строя аварийных дизель-генераторов». Он добавил, что на данный момент риск расплавления невысок. МАГАТЭ продолжает следить за ситуацией. Что касается Киевской ГЭС, она полностью защищена. Об этом заявил командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Тем временем, россияне, как обычно, отрицают свою причастность к подрыву Каховской ГЭС. А пресс-секретарь Путина Песков поспешил обвинить Украину в диверсии. Тем временем в сети появилось видео, на котором российские военные еще в декабре 2022 года рассказывают о том, что они заминировали Каховскую ГЭС. Обсудили расисты и последствия катастрофы. Мол, из двух зол выбирают меньше. Сам теракт на ГЭС с россиянами был запланирован еще в октябре прошлого года. Соответствующая переписка велась у 205-й отдельной мотострелковой бригады. Отметим, в зонах подтопления минная угроза. Мины повсплывали у берегов реки в Херсонской области. Об этом жители предупреждают Минобороны Украины. Тем временем в Херсонской области продолжается эвакуация населения. Украина инициирует заседание Сабвеза ООН из-за подрыва Каховской ГЭС. Также террористические действия россиян заставили Киев обратиться в Международный суд. Бойцы русского добровольческого корпуса заявили о том, что берут власть в свои руки. Соответствующий видеоролик опубликован в телеграм-канале РДК. По их словам, Москву судьба провинции не интересует. В Кремле перебросили ответственность на региональную власть, которая утратила контроль над ситуацией. Поэтому в Шебекино сейчас орудуют мародеры, а новая-то волжанка просто брошена. Региональные власти просто не в силах контролировать свою подшерстную территорию. Бойцам русского добровольческого корпуса не с кем разговаривать. Поэтому мы берем власть в свои руки. В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждает, что противника в регионе якобы нет. Сегодня противника на территории Белгородской области нет. Много спрашивают про новую тволжанку. На территории новой тволжанки противника нет. Эту информацию опровергает видеоролик Легиона Свобода России, в котором бойцы Легиона вместе с бойцами РДК заехали на танках в новую тволжанку без каких-либо препятствий. Сообщается, что добровольческие корпусы заняли выгодные позиции для продолжения борьбы. Также Легион Свобода России опубликовал видеодоказательство ликвидации полковника ВДВ Андрея Стесева. Сообщается, что он и его подчиненные систематически терроризировали население Белгородской области, а ранее убивали мирных жителей в Чечне, Абхазии и на территории Украины. В то же время пока местная власть делает заявление о том, что в области все под контролем, неспокойно и в самом Белгороде. Днем 6 июня в городе раздавались громкие взрывы. Также в сети публикуют фото, на которых видно столб дыма. Местные паблики сообщают, что по двум воздушным целям над Белгородом якобы сработала их система ПВО. Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин дал Минобороны Российской Федерации две недели для освобождения Белгородской области. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Пригожина в своем телеграм-канале. Мы даем около двух недель Министерству обороны освободить нашу землю. Главарь Вагнеровцев упрекнул в бездарности руководство российской армии, которому наплевать на многотысячное население Шебекина. По словам Пригожина, если ничего не изменится и ситуация будет ухудшаться, то в Белгород якобы придет Вагнер. Но захватит с собой регулярные войска. Но мы потребуем, чтобы Фрунзенская переехала тоже в Белгород. Если умирать, то всем вместе. Кроме того, в видеоролике Пригожин отметил, что Россия может ударить ядерным оружием по своей же территории. Якобы под видом операции по уничтожению противника в Белгородской области. Он считает, что возможно поэтому Россия бездействует в приграничных районах. Покажем, какие мы красавчики психически больные. Пригожин неоднократно критикует руководство российской армии. Недавно за это его вызвало на разговор лицом к лицу окружения Кадырова. Сам Пригожин заявил, что ни от кого не прячется. Окупанты заявили, что якобы уничтожили немецкие танки «Леопард-2», но оказалось, что это сельскохозяйственная техника. В качестве доказательства они опубликовали видео, на котором расстреливают из противотанкового ракетного комплекса движущуюся цель. Как сообщает Униан, в подписи к видео утверждалось, что эта цель и есть «Леопард-2», который появился на вооружении украинской армии. Но вскоре сообщество Ukraine Weapons Tracker доказало, что уничтоженная техника из российского Ка-52 вовсе не военная. На своей странице в Twitter эксперты написали, что машины не только не похожи на танки, но и являются, по сути, безобидной сельхозтехникой, опрыскивателем и комбайном. Правда, она носит такое же название «Леопард». Редактор субтитров А.Семкин